Заброшенные автомобили убирают с Чебоксарских улиц незадолго до эфира. Мы с нашим оператором стали свидетелями этого процесса. На что только не идут люди, чтобы эвакуатор не забрал их автомобиль. Однако в этот раз все было не так. Ну вот в данном случае бежать за эвакуатором, который вводит эту газель, никто не будет. Судя по всему, хозяй не объявлялся уже много лет. Спущенные шины, ржавый капот, выбитые стекла. Владельцу явно безразлична судьба автомобиля. Такие транспортные средства могут стоять во дворах по нескольку лет. Мешать уборке снега, проезду спецслужб, занимать парковочное место. Убрать подобный автохлам со своего двора могут жители. Жители обращаются в различные органы, включая и участковым, и в ГИБДД, и в нашу администрацию, и в городскую администрацию. Просят убрать данный автомобиль. Значит, мы оперативно проводим возрастные мероприятия по установлению владельцев автотранспортных данных средств. И, соответственно, потом, если владелец пропал или куда-то уехал и так далее, временно перемещаем данные транспортные средства на штрафплощадку по лапсарскому проезду. За 2016 год на штрафстоянке оказалось 17 машин. В этом году туда отправится еще 13. Если хозяин все-таки объявится, чтобы вернуть машину, придется раскошелиться. Час на штрафстоянке стоит около 54 рублей. То есть за сутки почти 1300. Плюс доставка на эвакуаторе – 182 рубля за километр. Иными словами, хранить такое добро под окнами квартиры невыгодно. Что касается эвакуированной «Газели», то желающий припарковаться на ее место нашелся сразу же. Продолжение следует... Продолжение следует...